Всем привет! С вами МатСайентист, это канал Патан Амебного Уровня. Мы, я надеюсь, уже заканчиваем тему хронической алкогольной интоксикации. И сейчас мы будем разбирать тему, которая для меня считается такой довольно сложной, потому что вот в той литературе, которую я смотрел, нет нормальных описаний патогенеза данной нозологии. Мы сегодня будем говорить об алкоголе-ассоциированной деменции. И да, есть какие-то моменты, которые описывают эту самую алкоголе-ассоциированную деменцию. Великолепно описана морфология этой самой деменции. Но что касается каких-то конкретных патогенетических цепочек, тут уже все гораздо сложнее. Ну вот, стандартный список использованных источников. Мне очень помогла статья из акта Neuropathology, Human Alcohol Related Neuropathology. Очень хорошая статья в плане морфологии. Ну, теперь потихонечку переходим к теме нашего видео. Опять, стандартно, некоторые определения, которые, я думаю, вас уже немножечко достали, но все-таки их нужно как-то помнить, с них нужно начинать, поэтому я их ввожу. То, что алкогольная энцефалопатия – это поражение головного мозга, вызванное гибелью и дегенеративными изменениями нейронов вследствие употребления алкоголя. И основные проявления, основные синдромы, развивающиеся при длительном употреблении алкоголя – это печеночная энцефалопатия, синдром Верники-Корфского, алкоголь с цирной деменцией, о котором мы сегодня будем говорить, синдром астматической демиеллинизации, которую я вот, по-моему, несколько опрометчиво объединил с алкоголь с цирной деменцией, поскольку есть некоторые общие моменты в патогенезе, но, опять же, это не совсем одно и то же. Далее, это приобретенная гептоцеребральная дегенерация, центральный понтинный миелинолиз, который, по сути своей, является проявлением синдрома астматической демиеллинизации, остроалкогольный абстинентный синдром, о котором мы уже говорили, и болезнь маркиофавы Биньяли. Итак, алкоголь, ассоциированная деменция. Это широкий спектр связанных с потреблением алкоголя проявлений дефицита к нейтивных функций полиэтилогической природы, которые включают в себя недостаточность питательных веществ, прямое токсическое действие этанола, риск сосудистых катастроф, травмы головного мозга, которые, естественно, могут быть при алкогольном опьянении и связанных с ним поведенческих расстройствах, а также ряд важных психиатрических компонентов. Итак, какие основные морфологические проявления мы можем увидеть у пациентов с алкоголь-ассоциированной деменцией? Во-первых, это поражение нейронов, во-вторых, это дегенерация белого вещества. Я здесь в скобочках написал слово демиеллинизация. Я уточнил у человека, который разбирается в патоморфологии ЦНС, это научный сотрудник лаборатории нейроморфологии Института морфологии человека Российской академии наук, так вот, он сказал, что это не совсем одно и то же, поскольку демиеллинизация может быть первичной в результате нарушения функционирования, например, олигодендроглии, а может быть вторичной, например, в результате деградации нейронов или только их отростков, например, аксонов, и уже в результате деградации аксонов развивается их демиеллинизация. Какая конкретно будет демиеллинизация при алкогольной деменции, я сказать точно не могу, поскольку в исследованной мной литературе об этом четко не сказано. Но то, что демиеллинизация есть, это да, это точно есть. Есть даже статья 1988 года, в которой описывалось, что у группы, которая потребляла алкоголь, я даже не помню точно, это были то ли крысы, то ли люди, неважно, что у них объем белого вещества в поперечных срезах был очень-очень сильно меньше. И в дальнейшем я потом буду на микрокартинках показывать, что да, действительно, объем миеллина будет сильно меньше. Ну и, естественно, поражение нейронов тоже не следует сбрасывать со счетов. Ведь основные клинические проявления алкоголесоциированной деменции, они связаны как с поражением нейронов, так и с поражением миеллина. Как же в основном осуществляется поражение нейронов? Я нашел в литературе три основных механизма. Первое, это глутаматная эксайто-токсичность, второе, это оксидативный стресс, и третье, это дефицит тиамина. Оксидативный стресс, с этим все понятно, поскольку в условиях гипоксии, а алкоголь запускает процессы гипоксии, начинается образование свободных радикалов, причем даже есть один из вариантов метаболизма этанола, который может приводить к образованию свободных радикалов, это пероксидазный вариант, естественно, это приводит к образованию оксидативного стресса и к поражению нейронов. Кроме того, если речь идет, например, об пациенте с абстинентным синдромом, то у него, вот сейчас на этом слайде, показано, развивается избыточное количество глутамата, которое в дальнейшем приводит к этой самой эксайто-токсичности. Опять напомню, как эта эксайто-токсичность реализуется. Имеется у человека какой-то гомеостаз между гамк, по-английски это габа, гамма-амайн-бютерик-эсид и глутаматом. Глутамат, он реализуется через достаточно широкий спектр рецепторов, это и ампы, и нмда, и кайнатовые, но, как правило, это нмда-рецепторы. Так вот, при временных интоксикациях увеличивается действие гамк за счет алкоголя. Он потенциирует действие гамкардических каналов. Если пациент длительное время употребляет алкоголь, то на фоне повышенной активности гамкардической иннервации усиливается экспрессия глутамата. Понятное дело, что в условиях абсиненции, в условиях, когда хронический алкоголик уже каким-то причинам не может принимать алкоголь, то эффективность глутамата, это активирующий медиатор, на фоне ингибирующего медиатора гамк, она, естественно, резко повышается, что и приводит к развитию эксайтотоксичности и гибели нейронов. Также эксайтотоксичность наблюдается и в случае синдрома Верники-Корсакова. Когда в условиях недостатка витамина В1 альфа-кетоглуторат метаболизируется в глутамат, который, опять же, накапливается в избытке и осуществляет свою нейроэксайтотоксичность, что приводит к клеточной гибели. Где чаще всего наблюдается поражение серого вещества? Где чаще всего наблюдается клеточная гибель? Это верхняя фронтальная ассоциативная кора, это гипоталамус, это мозжечок, гиппокамп, миндалина и голубоватое место. Отсюда мы видим и основные клинические проявления алкоголя с сыровной деменцией. Это малопродуктивное мышление, которое проявляется в виде ухудшения способностей к абстрактному мышлению, решению проблем, снижению памяти и психомоторики. То есть абстрактное решение мышления проблем – это фронтальная ассоциативная кора. Дальше память – это гиппокамп. Кроме того, ухудшаются суждения, они становятся поверхностными и стандартными, и огрубевает и упрощается личность. Кроме того, у хронических алкоголиков уже начинаются изменения со стороны координации движений. Это обусловлено поражением мозжечка. Что же морфологически происходит в этих областях головного мозга? Вот на этой картинке мы видим изменения со стороны мозжечка. Вот на рисунке А мы видим, что эти вот листки фолия мозжечка, они становятся меньше. Наблюдается атрофия этих вот листков мозжечка. При этом в самих листках мозжечка мы видим уменьшенное количество клеток зерен и клеток пуркинье, которые являются основными структурами мозжечка, которые отвечают за непосредственные функции мозжечка. И снижение количества по сравнению с даже противоположной стороной этого самого лепестка, мы видим, что здесь клеток зерен резко меньше, и клетки пуркинье, такие большие-большие грушевидные нейроны, но мы их не видим. Мы их не видим. А вот достаточно старая, но, по-моему, очень информативная статья Паукова и Угрюмова, это статья еще 1985 года, она говорит о морфологических изменениях в коре, и не только в коре головного мозга, при хронической алкогольной интоксикации. Что мы здесь видим? Мы здесь видим признаки гибели нейронов. То есть, под буквой А, прямо опустошение зоны коры лобной доли, клеточных элементов почти нет, только единичные глиальные элементы. Также мы видим признаки непосредственной гибели нейронов. То есть, вот, сморщенные темные нейроны, на букве В это большие полушария, на букве В это гипоталамус. Также очень неплохо описаны изменения при алкогольном делирии. Во время алкогольного делирия происходит, во-первых, острое набухание нейрона, то есть, развивается, по сути, его гидропическая дистрофия, которая, напомню, является предшественником коллеквационного некроза. И вот уже под буквой З уже начинаются признаки некроза. Появляется хроматолиз и кориолиз, то есть, разрушение хроматина и разрушение ядра. Все это также является проявлением алкогольного делирия. Ну и вот изменения в белом веществе, которые в данном случае выявляются при окраске клювер-баррера. Или по-другому ее еще называют люксол-фаст-блю. На данных препаратах миелин окрашен вот в такой вот красивый, ярко-синий цвет. И под буквой А мы видим миелиновые волокна в области перевентрикулярного фронтального белого вещества у человека средних лет, не страдающего алкоголизмом. Под буквами В, С и Д мы видим белое вещество из различных областей белого вещества головного мозга у человека, который страдает алкоголизмом. И мы видим, что плотность миелина в случаях В, С и Д существенно ниже, чем в случае А. И это говорит нам о том, что да, действительно, процессы демиелинизации идут. Хотя вопросы, почему развиваются процессы демиелинизации при алкогольной интоксикации, они все еще не ясны. Ну вот лично мое мнение, что это все-таки связано с деградацией нейронов и деградацией их аксонов. Но опять же, это только мое личное мнение, которое не является какой-то истинной в последней инстанции. Наверняка, на самом деле, причиной демиелинизации является что-то еще. Кстати, стоит отметить, что демиелинизации подвергаются нервные волокна не только в центральной нервной системе, но и в периферической нервной системе. Вот здесь представлены фрагменты кожи. И вот здесь отмечается, что в группе контроля, это буквы А и С, и у пациентов с хронической алкогольной интоксикации, это картинки B и D, имеются достаточно явные различия между количеством нервных волокон, по крайней мере, милинизированных нервных волокон. Вот мы видим, черненьким отмечаются нервные волокна в здоровом человеке, вот они. И у пациента страдающего алкоголизма мы видим, что их гораздо меньше. На этом все. Такой микроцикл, посвященный хронической алкогольной интоксикации, я думаю, будет уже завершен. Правда, тему алкоголя мы еще не завершаем до конца, поскольку чуть-чуть мы еще поговорим про отравление суррогатами алкоголя. И, как обычно, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с радостью на них отвечу. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok